взлетел отлично здравствуйте уважаемые любители летных видов спорта сегодня у нас ролик как мы на электро лебедки поднимаем ультралайт свифт вот это чудо я на нем умею летать прав я еще не получил ну дадут я теперь более чем уверен у меня должна быть серия фильмов как я на нем учусь летать материал отснят но мне нет времени смонтировать скорость 60 вот так закрылок я удачно поставил вот я могу смотрите бросить ручку и эта штука сама летает вот я поставил в небольшой вираж и он прям устойчиво 57 километров в час потому что на самом деле болтанки нет поэтому прям изумительно эта машинка летит это полноценный летательный аппарат который может взлетать как и с ног так и с рук и сейчас он будет взлетать на лебедки потрясающая штука потрясающе надежно и потрясающе устойчивая мы посмотрим я надеюсь что все получится потому что электрической лебедки бы даже вчера тандем затянули на километр над этим аэродромом в это просто праздник какой-то это вообще бомба 1700 абсолютная высота 1700 метров мы набрали километр над аэродромом ну а сегодняшний день немножко другой вы видите сколько планиров построилась в ряд и готовы для взлета и у нас есть всего лишь час чтобы быстренько быстренько взять и взлететь потому что все вот эти вот белоснежные птицы захотят буксироваться за самолетом ну и мне нужен совершенно трос в небе команда поддержки уже готова пилот гаража готов а у среди и мы сейчас покажем как быстро повесить лебедку так кто будет вешать так ты будешь снимать стоп назад ты будешь снимать а мы будем вешать да и так и начинаем показываем за сколько можно повесить лебедку батарейку раз ее нужное место поставить нажать на кнопку включить оставить небольшую слабину так сейчас вот она включилась 89 вольт на батарейке закрыть дверь наша батарейка друзья в очередной раз зарядилась за ночь от солнечного света вы скажете волков ты же шутишь как за ночь дело в том что у меня стоит в доме еще одна батарейка которая заряжается за день вот батарейка который питает весь дом вот инвертор который делает из нее 220 вольт а вот 1 и 3 киловатта который мы имеем от солнечного света 9 8 часов утра это вполне себе прилично днем будет привычные 3-4 так вот эта страна вешать теперь да теперь оп поставить штифт есть затянуть две ручки есть поднять штангу есть защелкнуть пины есть вытащить кусочек троса есть подключить батарейку это самая длинная часть друзья потому что целых четыре разъема все дублируется идет эти разъемы вот первые обязательно вот этот разъем ну и дальше по контуру почему такие разъемы они компактные простые легко появятся конечно я бы промышленный разъем воткнул но кирилл решил что пусть будут такие вот промышленные модельные все ребятка готова к бою осталось только подключить наш волшебный телефон где волшебный телефон подключаем пауэрбанку итак запустилось приложение мы сейчас должны накнопать на нем желаем утягу и так далее но я сейчас для для начала обслужу это с пилотом как у мать килограмм страстью и он according to the flight manual of the swiss light the minimum is 75 килограмм ok i can put you 90 it's ok the total weight is 140 друзья обсудили мы как давать тягу на этот летательный аппарат придется давать не по парапланерному потихонечку постоял видите он к на колесиках сразу поедет поэтому я путем хорошего использования кнопки в приложении пролистаю сразу плавный парапланерный старт и жахну ему 90 килограмм сразу собственно как мы делали на планере йогасе вот ой пошло пошло ох ты сьё мама ты дорога ой я лечу 80 килограмм час дает охренеть сейчас вы можете посмотреть как залезают в свифт вот этот замечательный летательный аппарат здесь все конечно на узелочках веревочках сейчас видите тут самый важный узел это вот эта вот ленточка если она порвется вы сами догадываетесь как ужасно все будет поэтому это узел берегут как зеницу олка и смотрят что при менее когда не попал под какой-нибудь там болтик чтобы не перетерся но если начинает перетираться то все обязательно его меняют вы спросите откуда такая странная конструкция почему именно так пилот залезает почему на вот такое сиденье дело в том что этот летательный аппарат это по сути дельтаплан то есть на него распространяются все процедуры какие распространены ультралайт то есть очень простая лицензия простейший medical дешевые страховки действительно удобная штука но как вы понимаете старт с ног это доступная опция на нему действительно можно стартовать с ног но все это сделали для того чтобы он все-таки считался дельтапланом с ног конечно нем мало кто стартует вот но он может стартовать за самолетом с лебедки банджо с лебедки обычной поэтому возможности для этого летательного аппарата совершенно фантастические мы заняли полосу аэродрома и двигаемся находясь на радиочастоте команда снимает как это все происходит пилот продолжает подготовку к полетам но мы экономим время потому что нас время до 10 в 10 часов прилетит самолет что показывает наша программа пошла размотка троса да все процедуры вы уже привыкли к этому табло он виндинг режим стоит размотка загорелась кого-то кнопочка при пул только стоит от час тяга максимально 6 килограмм и и на кнопку им уже ближе к теме на кнопку ему 90 проблема только в том что штиль полный то есть вообще рассчитывал что будет северный ветер он должен быть судя по вот этим облакам которые висят они обычно образуются при слабом северном ветре наверху но как вы видите слабого сердца северного ветра внизу нету вы надеяться что лебедка вытащит летательная скорость этого аппарата на буксировке 80 км в час но это под углом 45 градусов поэтому есть шанс что нам скорости хватит а если нет увидим что проблема нос пилот сядет перед собой все чтобы вам было понятно когда скорость вот такая 90 то когда планер с параплан или что-нибудь находится на траектории набора вот на такой под 45 градусов примерно то скорости в один четыре раза падает поэтому наших 20 метров в секунду которые в принципе выдает лебедка с натяжением троса должно хватить мы размотали 869 метров троса ну немножко меньше чем нужно ну потому что часть полосы зале заняли наши планерные друзья наша лебедка готова к бою я все проверил все ремешки целы ну вообще-то безотказанная конструкция к счастью машина стоит на тормозе но мы готовы единственная проблема является абсолютно полный штиль можете поставить на колдун и конечно не ветерка вообще бабочки летают окей а им рейде а не Я сейчас поставлю только 10 килограмм, только 10, чтобы поставить линию сразу, окей? Окей. Окей, это очень хорошо. Станбай. Скажите мне, когда я должен выйти. Окей, да. Я готов, ты готов? Да, поехали. Так, 90 килограмм и тайко в полу. Взлетел! Отлично! Параметры полета. Скорость 18 метров в секунду. Тяга 84 килограмма. Набирает высоту. Мощность 15 киловатт. Офигеть! Такого я еще не видел. Летит свифт, друзья! Это прекрасно! Ну, понятно, что мы ступеньку делать не будем. Окей, релиз. Во, как все быстро! Хе-хей! У нас все получилось, друзья! Я всегда боюсь, что этот парашютик не остановится, но он остановился. Фу! Все получилось! Скорость смотки, кстати, 1,9 метров в секунду. Усилие на смотке 2,9 килограмма. Заходит на посадку свифт. Вид сзади. Летит в гору. Я надеюсь, ребята снимают. Мы чуть-чуть не успели на машине. Друзья, это получилось! Отличный пилот, отличная лебедка! Все хорошо! Очень хорошо! Одну еще? Даже если парашютик не здесь. Как я всегда говорю в этих случаях, я хочу еще. Вот это примерно состояние Жака сейчас. Он хочет еще. Все, мы погнали! Даю максимум. Ага! Пошло! Взлет! Хорошо! Мощность 14 киловатт, тяга 85. Видно, что угол держит получше. Вот час 15 пошла, 90 килограмм тяги. 14, 15, 90 килограмм тяги. Видно, то ли ветерок, то ли термик, то ли еще что-то. Так, мне же надо сказать, чтобы он нацепился. Окей, рулис! Так, и мы сейчас попробуем все-таки заснять его посадку. А, Ром, мы можем даже, знаешь, как ехать, а донаметро сам смотается. Давай попробуем. Залезай! Какие мы наглые вообще стали. Мы едем, и за нами парашютик сматывается. Прикольно. Отлично, отлично. Вот здесь мы ему точно здесь не помешаем. Отстанем вот здесь за кустиком. Оп, все, порядок. Я счастлив! Эта штука работает! И работает прекрасно! Кирилл, ты умничка! Оператор видеосъемки на исходной позиции. Смотрите, как летит красиво. Блин, хоть фотографию делай. Вырежем потом из видеоряда лучше. Ааа, красавчик! Я на такого умею летать, друзья. Представьте, теперь у меня еще и лебедка есть, которая такую штуку тащит. Но это же просто невероятно! Unbelievable! Оп! Посмотрите, какой точный расчет. А если он ошибется, он может врезаться в планера, которые впереди, в людей. Но за рулем профессионал, за ручкой. Оп! Сейчас он еще захочет. О, заработал авиационная частота! Что-то к нам летит! Не, он сейчас облет сперва. Да, облет! 10 часов 13 минут. На 13 минут опоздал самолет. Но мы все равно успели. Мучиться буксировщик, мучиться. Все пилоты готовы к взлету. Ну, кто хочет. Погода очень ранняя, поэтому вот этот самолетик сейчас затянет вот этот планировочек. Пилот которого, ну, очень хочет пораньше всех лететь. Лоран прилетел. Ты готова? Да. Пять минут. Замечательный дождь. Какой план сегодня? Я думаю, что я пойду в Союз, и потом в Колкаро. И еще один в Союз, Пумеса, и потом вернуться. Окей. Я думаю, что дождь прекрасно. Да, спасибо. Попробуйте! И где живет, кстати, наш Свифт? Вот в этом замечательном прицепчике. Видите, вот домик для Свифта. Вот такой аккуратненький прицепчик алюминиевый. Легенький, маленький. Лапочка. У него сейчас Жак разберет Свифт. Делается это достаточно быстро. Я вам обещаю все-таки, что наконец-то я доведу до ума видео, на котором я учусь собирать, разбирать Свифт, летать, учусь на нем. Приду с роганки. Ух ты ж и мама дорога. Друзья, я уже высоко лечу. И куда-то лечу. И куда-то лечу. Друзья, я в этом полете с собой доволен. Я лечу. Скорость 60. Попробуем полетать вместе с парапланами. О, даже есть какой-то поточек. Ты ж, блин. Меня прет вверх. Посмотрите, как я бодренько набираю высоту. Вы что, понимали, насколько это непросто? Посмотрите, как тангаж гуляет. Блин, птица. И ты еще и тут. Только птицы сейчас не хватало мне для полного счастья, блин. Ну-ка, 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 ну-ка. Лети, лети, родной. Лети, еще немножечко. Еще. Не дай позориться. Оп. Ты посмотри, какой я молодец. Тут я остановился ровно. Ну, коснулся, как говорили, на машине. Остановился прям чики-пики. Мастерство не пропьешь. Сейчас обещаю, приобещаю. Правда, Жак тоже говорит, Игорь, ты давно обещаешь сделать ролик про спировхавку. Я говорю, да, но, ну-ка, да, но. Важно пообещать. Не знаю кто он, а выпускающим у него Голос Ольвана. Уже 64 рекорда мира. Он на мини-лайке поставил два буквально недавно. Вот. Раз. Пык. Тыры-тыры-тыры. Маленький планировочек, легенький. Вон взлетел, вон, видите. Уже все. Через пять метров взлетел. Да, фантастика. Ну, единственное, что Жак на Матерхорн не собирается, потому что, говорит, далековато. Самый маленький планер, который летает. Площадь 6 метров. Размах 11 метров. Вес 70 килограммов. Представляете? Сейчас увеличение сделаю. Вот он, красавчик летит. Контент огонь, друзья. Контент огонь. Я в полном восторге пребываю от того, что удается это снять. Все. До свидания, мой любимый планировочек. Ультра-лайт. Ну, не планировочек. Это, получается, жесткокрылый лодчик. Мы... Да, у нас, собственно, первый взлет. Все. Пилот готов. Время 11 часов. 10 часов 15 минут. Первый взлет на аэродроме. Время 20 минут. С сложной стронкой. Подорванным в once на веке стомкой. Эта гривна. Эта гривна горного подавка. В-м час r ОчерIN nél. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok